Радио России. Просвещение. Радио Дог. Как почти через 80 лет после Великой Победы нацизм снова стал орудием политической игры, попробуем разобраться сегодня. В студии Анна Дворецкого и Анатолий Круглов. А на Украине после нового раскола неоязычники активно участвовали в процедурах добровольно-принудительной передачи местных храмов под крыло ПЦУ. И логики тут явно нет, потому что язычникам одинаково до перуна должны быть что УПЦ, что ПЦУ, что раскольники, что унеаты. Но нет. Церкви московского патриархата вызывают какую-то особенную ненависть, чем-то явно подогреваемую. Видимо, местная толерантность распространяется только на конфессии и нации выгодных политических партнеров. Вот и Владимир Зеленский в свой законопроект о коренных народах Украины, которые имеют право на самоопределение, вписал крымчаков, караимов, крымских татар, а русских нет. Предшественники Зеленского вообще пытались отдать Крым под управление запрещенного в России межлица крымско-татарского народа, который полностью был сферой влияния турецких властей и через который Анкара могла влиять на Киев. Весной 2016-го в интернете всплыли фото служебных записок от руководителей крымского главка СБУ, по которым выходило, что межлиц за 4 года получил через турецкое агентство по сотрудничеству и координации больше миллиона долларов, взамен собирая информацию для турецких спецслужб и лоббируя нужное Анкаре решение. Алексей Синелобов. Историк. Доцент МПГУ. Мы сейчас во многом наблюдаем последствия событий 1991 года, когда после распада Советского Союза в бывших республиках, в соседних странах тут же пышно стали расцветать свои национализмы. Вот в Турции стали очень быстро возрождаться все эти идеи пан-тюркизма, все там эти проекты Великого Турана, и все это поддавалось в такой достаточно декоративной обертке, что, дескать, это интеграция, ничего страшного в этом нет. Но на самом деле это всего лишь хорошо забытое старое, потому что если посмотреть на карту Османской империи, период ее наивысшего могущества в 17 веке, то там, конечно, все это очень хорошо мы с вами увидим. И современные все эти интересы в Крыму, и Азербайджан. Конечно, турецкие националисты и их новый султан Эрдоган, ну, они никогда не признают Крым российским. Ну, во-первых, они и не признают результатов своего поражения за Крым в 18 веке. Ну, и уж тем более они никогда не признают возвращение Крыма в состав России. И поэтому Штамбул, он заигрывает с киевским режимом. Он это делал в последние годы постоянно. Разумеется, что до украинцев-то им нет никакого дела. И цель-то заключалась в другом, чтобы через украинскую власть продавить и создать на полуострове крымско-татарскую автономию. То есть, по сути дела, восстановить существовавшее когда-то несколько столетий крымское ханство, которое было в ассальной зависимости от Осман. Поэтому, то, что касается Крыма, очевидно, Стамбул не собирается признавать Крым российским. И это является таким основным, как бы, заявкой на воплощение всех этих националистических громких затей, планов, которые выдвигает вот этот вот современный султан Эрдоган. Радио России. Просвещение. Программу подготовили Анна Дворецкого и Анатолий Круглов. Радио ДОК Радон Дорецкого и Анатолий Круглов. Субтитры создавал DimaTorzok